здравствуйте уважаемые друзья сегодня у нас наконец-то пятница мы дождались мы дошли мы добились и в качестве развлечения к вам на выходные я делаю это видео на тему о которой я вроде раньше не говорил такого житейско страноведческого характера темка о том как канадцы заводят здесь друзей собственно насколько эта процедура отличается от того что есть у нас дома я попытался перед видео немножко классифицировать информацию себя в голове и собственно то что у меня получилось я предлагаю вашего внимания начнем с того что канадцы как и собственно простые обыкновенные люди во всем мире в любом уголок в любом уголке наша планета естественно знакомятся через те места где они бывают через свою среду обитания скажем так и естественно все начинается с контактов детском саду в школе в сежепе в колледже в университете и соответственно чем отличаются вот эти вот контакты особенно если мы говорим про сежеп и то есть про колледж и про университет это то что когда им говорил про учебу я вам говорил о том что студенты в принципе сами себе составляют учебный план то есть есть обязательные группы точнее обязательные курсы которые необходимо брать еще не семестр для того чтобы закончить программу но когда ты будешь заниматься в какой группе там с каким расписанием студент имеет возможность самостоятельно формировать себе такого рода информацию поэтому круг общения у людей здесь ну получается несколько раз больше чем если было бы у нас то есть мы если мы говорим про университетскую историю то вот мы начали на первом курсе чисто с какой-то группой и в лучшем случае мы с той же самой группы людей доходим до конца процессе естественно мы знакомимся с теми кто учится там параллельно группах на курсах старше на курсах младше но это единичный случай здесь же получается так что ты на разных занятиях имеешь возможность перезнакомиться абсолютно со всеми со старших курсов младших курсов там так далее работать с ними в паре это будет не просто какое-то там шапочное знакомство это будет нормально серьезное знакомство вот как собственно у вас с одногруппниками и я себя поймал на мысли буквально даже недавно наверное о том что мне когда я смотрел находясь в россии американские фильмы о том что я тебе кажется видел на таком предмете таком-то году была ли ты это или не ты ну в общем вы понимаете да когда встречается два человека и они вспоминают где они друг друга видели и начинают перебирать какие-то предметы которые они когда-то изучали там школе в университете или еще где-то и как раз собственно я не понимал как так ты же с человеком учишься как ты можешь не запомнить человека с которым ты столько лет вместе за партой отсидел можно сказать вот так потому что здесь такая система и я только здесь находясь в канаде понял о том что понял такую вещь что собственно здесь по-другому строятся учебные планы поэтому ты можешь каким человеком видеться в течение всего нескольких месяцев до потом вас на всю жизнь и жизнь жизнь жизненно обстоятельства разведут в разные стороны поэтому такой момент до знакомства вполне традиционные и для нас и для наших стран откуда мы приезжаем другой способ это наличие всяких разных организаций здесь очень очень распространены всякие разные волонтерские движения движения там пользу поддержку чего-нибудь там развитие чего-нибудь там и так далее здесь молодежь очень-очень к этому трепетно относится и если молодежь изначально с детства там с юношатого заряжена на то чтобы сделать себе хорошую сильную карьеру начиная с подросткового возраста лет на 14 где-то с 15 молодежь активно принимает участие во всех этих социальных движениях соответственно там тоже громадное количество людей из разных не знаю городов может быть потому что вы в рамках этих всяких разных проектов движение того и так далее люди могут перемещаться по разным провинциям по разным городам то есть они тут же приобретают большое количество впечатлений и опыта связанных с новой жизнью с новыми местами где никогда не были и возможно никогда бы не побывали если бы они не связали свою судьбу там или свой этап жизни с какой-то организации и так далее то есть вот такого рода знака завязки бывает ну опять же стандартный способ познакомиться это походы во всяких разных клубов при этом что на что обратил внимание что здесь не принято ходить по одиночке здесь всегда собирается банда ну не знаю наверное минимально человек пять-шесть и они вместе идут в клуб при этом здесь клубах не принято ну скажем зажиматься своей компанией здесь очень быстро компашки перемешиваются объединяются в одну большую компашку и опять же вот здесь появляются новые моменты знакомства для расширения круга общения следующий момент это момент связанная с всякими разными студенческими организациями то есть существуют студенческие профсоюзы существует громадное количество таких разных секций спортивных научных там и так далее и опять же как вы понимаете тут огромный простор для деятельности социальные сети социальные связи социальные сети ну в общем и целом что я обратил внимание я не знаю сейчас в россии это происходит есть это или нет но в канаде если мы говорим про университет и протеже по каждая группа каждый курс как только не начинают занять занятия в сентябре или там в январе или в апреле когда начинается каждый новый триместр заводит себе новую группу и в это эта группа закрытая она только для студентов этого курса соответственно в рамках этого курса студенты общаются не только на темы учебы ну и на тему всякие разные житейские куда пойти какие места могут порекомендовать для турпоездки если кто-то едет он типа говорит о том что могу оказать транспортные услуги довезти туда или сюда то есть тоже получается такой замкнутый мирок и очень часто это замкнутый мирок он переходит несмотря на то что курс уже заканчивается люди разбегаются по другим предметам люди продолжают общаться вне то есть не связи не теряются они остаются сохраняясь культивируется следующий момент про который хотел сказать это момент связанный с профессиональной деятельностью да здесь как вы знаете большое количество профессиональных орденов и соответственно эти самые профессиональные ордены регулярно устраивают тусовки для своих они снимают там в ресторан и снимают conference halls в гостиницах и соответственно устраивают какие-то большие пати периодичностью раз там несколько месяцев в полгода в год зависимости от того как часто или как редко они делают если меняется масштаб если раз в год то что грандиозно если там раз в квартал то тоже грандиозное но в меньшей степени далее что у нас на повестке дня на повестке дня у нас такая вещь как знакомство через знакомых походы в гости там и так далее но это опять же стандартная история для нас и в завершение экзотическое наверное такое это то что здесь принято очень часто куда-то ездить соответственно люди организуют какие-то группы по интересам в интернете ищут попутчиков соратников там и так далее и соответственно я не знаю в россии есть такое или нет или там не только в россии но и других стран бывшего союза но здесь очень часто люди договариваясь списываясь изначально где-нибудь в интернете договариваться том что они вместе будут проводить время отпуск там или еще где-то и большие банды куда-то едут то есть я знаю что в рунете да в русскоязычном сегменте интернета есть всякие разные истории типа еще там попутчика куда-нибудь но здесь я хочу отличить да здесь хочу сделать блин у меня в голове французский язык как это по-русски то подчеркнуть разницу вот что здесь идет речь не о том чтобы найти попутчика с которым ты там будешь вместе шарить расходы на поездку а здесь идет речь о том чтобы собрать группу единомышленников с которой будет просто весело проводить время чтобы не ехать одному а ехать большой бандой естественно там каждый покупает себе билет просто договариваться на какой рейс покупать билет там на какие числа там и так далее они договариваться о том что они будут там вместе снимать машины если они будут снимать вместе машину но это такие сопутствующие мелочи на самом деле главная идея это собрать большую банду для того чтобы весело провести время поехал куда-либо просто у меня громадное количество моих канадских знакомых вместе собирают банду ездят не знаю в юго-восточной азии куда-нибудь в европу в латинскую америку ездили там и так далее вот собственно такого рода вещи и и последнее это тоже вспомнил как эти примеры по поводу моих знакомых это связано с всякими разными профессиональными организациями существуют всякие разные государственные организации и пол государственные которые существуют для того чтобы расширить кругозор молодежи канадской и соответственно эти программы они делаются для того чтобы молодые канадцы практически на халяву поехали по обмену опытом в любую страну мира и соответственно как вы понимаете приехав в новую страну обычно это на несколько месяцев люди получают огромный опыт связанный с новым местом новой страной там новым городом и плюс огромное количество знакомых в общем таким образом канадцы строят свои отношения строят свои связи социальные горизонтальные вертикальные какие угодно и таким образом они коммуницируют друг другом и с миром все тему раскрыл развлек вас желаю вам всем прекрасных выходных не скучайте пока пока и